Всем привет, с вами Кентуки, Королевство 505, и в этом выпуске я расскажу про отличное снаряжение для выработки камней науки в научных мастерских на примере одного ру игрока. Мне показали скриншоты его снаряжения и саму выработку, которая составляет 750 камней науки в час, или вдумайте сейчас в это число, 18 тысяч камней науки за одни сутки. Такой вот мощной выработки удалось достичь нашему игроку за счет снаряжения фулл науки. Наука на выработку, кстати, прокачивается без особых усилий, поэтому сначала я расскажу о ней, покажу, что где изучать, но потом обсудим с вами снаряжение. Также рекомендую всем посмотреть мое новое видео снаряжение для выработки мифрила, в котором я рассказал, какие вещи лучше всего ковать для производства данного вида ресурса с рудников внутри замка. Почему с рудников? Да потому что это наиболее простой и в то же время быстрый способ добычи мифрила в большом количестве от 2 до 4 миллионов в сутки. Итак, разгон выработки научной мастерской. Он включает в себя изучение всего трех наук, две из которых находятся в Академии и одна в Башне Древних. В Академии переходим в раздел Наука Мудрости и тут я обращаю ваше внимание на две науки под общим названием Глубокие Исследования. Каждая из двух данных наук повышает выработку научной мастерской на 5%. В Башне Древних открываем Книгу Ресурсов, переходим на вторую страницу и исследуем до 100% последнюю науку, которая также называется Глубокие Исследования. Она даст еще плюс 10% к выработке. Никаких наук больше качать не надо, их просто нет. Кроме науки, процентную выработку также можно поднять за счет Драконьего Слова и личной звездной карты, чем мы сейчас и займемся. Переходим в Драконье Светилище, открываем седьмой порядок и активируем второе по счету слово, которое называется Проницательность. Оно мгновенно даст еще плюс 100% к выработке научной мастерской. Что касается личной звездной карты, то в оранжевой ветке, по крайней мере у меня это оранжевая, есть два узла в виде вот таких книжек на увеличение выработки научной мастерской. Одна книжка дает бонус к выработке в процентах, 10 за полное изучение, а вторая прибавляет к выработке плюс 4 камня в час у каждого рудника. Что-то, что могло бы еще сильнее повысить выработку научной мастерской, кроме снаряжения, я не нашел. Может быть что-то и пропустил, такое бывает, потому что в Clash of Kings реально много всего. Если вы знаете еще какой-то способ, про который я не рассказал в этом ролике, то напишите о нем в комментариях. Что касается снаряжения, которое использовал наш анонимный игрок для своей мощной выработки, то это хорошо знакомые нам наборы, два королевских, бронзовый и синий, плюс фиолетовый набор бакалавра на юле. Каждая вещь из набора бакалавра алхимии дает плюс 9 камней науки в час на каждую из научных мастерских. У нас их две, поэтому с одной вещи получается уже плюс 18 камней к общей выработке, а с полного набора аж плюс 108 камней. Кроме выработки в камнях, две вещи из набора бакалавра также повышают и процентную выработку на 20 за экипировку двух фиолетовых предметов. Набор бакалавра алхимии это наверное лучшее снаряжение для повышения выработки камней науки, которое стоит от 2 до 45 тысяч рублей в зависимости от качества, которое вы хотите. Что касается двух королевских наборов, которые наш игрок надел на лорда и соню, при этом на лорде он рыжего качества, то вместе они разгоняют выработку на 120 камней науки в час, по 60 на каждую мастерскую. Тоже неплохо, так как королевское снаряжение сейчас активно раздают разработчики на фестивальных карнавалах и многие игроки уже имеют по 3 или 4 синих таких комплекта. На этом в принципе все, табличку по разгону выработки научной мастерской я делаю и скоро она появится в группе канала ВКонтакте. Ставьте лайки, если понравился этот выпуск, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и жду вас в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok